Парламент ратифицировал протокол о порядке перехода республики на применение ставок единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза и таможенных пошлин, действующих в Российской Федерации. На обсуждение законопроект вынесла глава комитета по бюджету и налогам Элина Джоева. Парламент республики Южной Осетия постановляет принять закон о ратификации протокола между республикой Южной Осетии и Российской Федерацией о порядке перехода республики на применение ставок единого таможенного тарифа и ставок таможенных пошлин, действующих в Российской Федерации, направить настоящий закон президенту республики Южной Осетия для подписания и опубликования. Согласно протоколу единого таможенного тарифа, он будет распространяться только на 5% товаров, ввозимых на территорию республики из третьих стран, а на 95% товаров законодательство Евразийского экономического союза распространяться не будет. Россия и Южная Осетия ранее подписали соглашение о режиме торговли товарами. В соответствии с ним, товары, произведенные в Южной Осетии и России, при вводе на территорию друг друга не облагаются таможенными пошлинами. Было отмечено, что принятые поправки не повлияют и на растаможку, в частности для легковых автомобилей. Они не будут облагаться таможенными пошлинами, так как данный вид автотранспорта не подпадает под единый таможенный тариф Евразийского экономического союза. Закон о действии права ЕАЭС и законодательства Российской Федерации в сфере таможенного регулирования на территории республики принят еще в октябре 2022 года. Данный проект предусматривает возможность для нашего правительства устанавливать ставки таможенных пошлин и налогов при ввозе физическими лицами на территорию республики транспортных средств для обучения и пользования. И сегодня же одобрены поправки в закон о действии права Евразийского экономического союза и законодательства Российской Федерации в сфере таможенного регулирования на территории республики Южная Осетия. Депутатский корпус принял обращение к Совету Федерации и Госдуме Российской Федерации в связи с лишением гражданства России депутатов парламента Гарри Мулдарова, Давида Санакоева и Дзамбулата Медуева. Обращение к Совету Федерации поддержали 20 депутатов парламента.